Море — бескрайнее место силы, которое всегда привлекало путешественников со всего света. Сегодня морем мы называем нечто необъятное, непокоренное и обширное. Наш мир наполнен движением, стремлением достичь невозможное. Мы все куда-то спешим, превращая свою жизнь в сплошной круговорот. В этом мире мы перестали радоваться малейшим, самым простым моментам. Наше призвание — жить на свободе от таков городских будней. В природе, где доступно любое направление, главное — сделать первый шаг. Привет, меня зовут Берси, и я влюблена в природу, но ее близость настолько для меня редка, что я живу рассказами и воспоминаниями. Нас покупают за красоту, а не за любовь к нашему образу жизни. Из-за этого мы ограничены природой бетонных домов, где проходит наша жизнь. Мы непростые. Для нас, как и для многих, жить в квартирах тесно. Меня зовут Шейла, и сегодня мы расскажем вам нашу историю. Сегодня наш день начался не так, как обычно. Мы не понимали, что происходит, но осознавали обострение наших природных инстинктов. Мы почувствовали, что отправляемся в путешествие. Такие дни сложно забыть. Многие из вас их помнят. Ты бегаешь по комнате, вокруг куча вещей. Самое нужное у нас есть. А вот нашим хозяевам необходимо было собрать вещи, которые помогут защититься от дождя, ветра и холодных ночей. Ощущение путешествия нас не подвело. Мы следом за рюкзаками отправились в машину и поехали навстречу к приключениям. Мы не знали, куда мы едем, но чувствовали ветер свободы. Субтитры создавал DimaTorzok Мы проезжали в красивейших местах природы. Маршрут был чем-то новым для нас. Мы ждали, когда же приедем, но дорога не прекращалась. Это был первый закат, который мы провели в пути. Мы остановились в прекрасном месте, любимое многими море. Солнце блестало на глади воды. Мы купались, плескались в волнах, катались на досках. Вы можете представить, насколько это было здорово. Но это было не тем морем, о котором мы мечтали и хотели почувствовать. Наше сердце стремилось к чему-то другому, бескрайнему и необъятному, но тоже морю. На следующий день мы проснулись снова в машине. Все, что окружало нас, было непривычным. Наша кровь пропитана любовью к бескрайним просторам, а среди нас поднималась вертикальная земля, загадочная и манящая. Мы с жадностью хватали каждый миг, пытаясь насладиться красотой момента. Мы приехали на место, где каждый сантиметр был пропитан энергией активного образа жизни. Вкус путешествия летал в воздухе. В поисках ночлега мы заходили в каждый дом, где невзрачно окидывали нас взглядом. И нам отказывали. Но мы шли дальше. Измотанной дорогой, только ближе к вечеру, нам удалось договориться, чтобы нас приняли на ночлег. Так получается, что бизнес в виде отелей, авиакомпаний, гостиниц негативно относятся к путешественникам с животными. А ведь для них это самые настоящие эмоции. Мы не знаем, почему так происходит, почему нельзя заселяться в гостинице с собаками или даже подняться в горы на подъемнике с собаками. Но верим, что рано или поздно это отношение поменяется. И тогда станет мир открытым для путешественников с животными. Ведь для нас и для них эмоции равнозначны. Утром нам ничего не оставалось, как сгрузить все наши вещи и отправиться дальше. Может быть, это было и к лучшему. Хотя здесь мне хотелось остаться еще на денек. Но интересно было почувствовать вкус гор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Несмотря на близость гор, наш путь был небыстрым. Изнеможженные дождем мы смотрели на наших хозяев и понимали, насколько им комфортно в одежде, которая защищала их от дождя и ветра. Насколько им легко готовить еду на горелках без костра. Мы понимали, что перед нами стоит какая-то цель, но не могли понять, что нас ждет дальше. Поэтому нам было интересно все. Каждый шорох и незнакомый запах. Хотя они все были незнакомые. Мы вышли утром и только к вечеру разбили первый лагерь. Я привыкла спать с хозяином под одеялом в теплой кровати. Сегодня этой кровати не было. Нам предстояло провести ночь в палатке. А от этого было неловко и страшно. И несмотря на то, что наши проводники уже спали, мы прислушивались к каждому шороху. В какой-то момент мое сердце чуть не остановилось от страха. Я слышала, что кто-то крадется к нашей палатке. Звуки шагов становились сильнее. И вдруг в нашу палатку кто-то входит. Какая была радость, когда зашла Шейла. Следующий день мы встречались совсем с другими эмоциями. Поднималось солнце. Расставлялся туман. Было интересно узнать, какой он на вкус. Сладкий, а может быть слегка с горчинкой. Я понимала, как же круто путешествовать по дикой природе. Где вокруг тишина и спокойствие. Именно здесь заряжаешься энергией. Как в любом процессе, в нашем походе, самое главное, это была цель. Но чтобы ее достичь, нам нужно было проделать нелегкий, но интересный путь. Вскоре впереди мы заметили вершину, на пути которой растекались альпийские луга, вкус которых сводил с ума. Хотелось остановить время, изучить все запахи. Мы расплывались по пути к нашей цели. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня перед нами стояла задача зайти на вершину. В какой-то момент мне стало грустно, что наш путь завершается. Мы сделали привал для того, чтобы набраться сил перед выходом и отправились в путь. Шейла радовалась каждому выходу. Ведь для нее главная цель. Она уверенно стремилась вперед, тянув за собой всю нашу группу. Для нас подъем был ключевым. Это уже была необычная прогулка. Мы пробирались по камням, поднимались по скалам. Это был изнурительный подъем, который превратил обычную прогулку в путь к мечте. И знаете, неважно, наполнен ли ваш путь смыслом или конечной точкой. Неважно, что вы считаете приоритетным, цель или путь. Главное, что вы получаете в удовольствии от каждого мгновения. Цените каждый шаг, каждый миг, всем сердцем. И только так можно обрести свободу. Окунувшись во вкус безграничного моря эмоций. Мы знаем, что у многих из вас есть домашние животные. И когда вы отправляетесь в путешествие, вы оставляете их в гостиницах или дома, или отдаете к своим друзьям. Мы со своей стороны рекомендуем вам получать совместные эмоции от путешествия с животными. Поэтому не бойтесь открывать новый мир с вашими друзьями. Не бойтесь ограничений. Смело берите своих любимцев в охапку и вперед в горы или другие места. Редактор субтитров А.Семкин